Здравствуйте! Сегодня тема нашего занятия – это трудовой договор. Трудовой договор – это вообще один из правовых институтов трудового права, можно сказать, самый большой и самый основной институт трудового права, то есть это основной институт, особенной части трудового права. Во-первых, мы должны дать понятие трудового договора, что такое договор, его, значит, как он заключается, что должен содержать этот договор. То есть, во-первых, конечно, нужно сказать, что такое вообще трудовой договор. В законодательстве, в казахстанском трудовом законодательстве такое понятие, но в принципе не только в нашем законодательстве, это есть во всех, мне скажешь, постсоветских республиках. По трудовому договору работник обязуется лично выполнять работу, то есть трудовую функцию, соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренным трудовым кодексом. Ну, во-первых, когда мы говорим обеспечить условия труда, сюда входят и санитарные условия, и вообще, вплоть до того, мы иногда говорим, что работодатель обязан также предоставить место, где работники имеют право отдохнуть, принять пищу. То есть, я еще раз повторю, чтобы вы запомнили, трудовые договоры, это, значит, с одной стороны, то есть здесь две стороны участвует работник, с другой стороны работодатель. Эти обе стороны заключают между собой трудовой договор. Но когда мы говорим трудовой договор, то до сегодняшнего дня мы пока используем понятие письменный трудовой договор, и все время говорим, что закон, то есть трудовой кодекс, что трудовое законодательство обязывает работника не приступать к работе, пока с ними не заключат письменный трудовой договор. Но сейчас, вы знаете, мы переходим уже с прошлого года, не все, но уже постепенно, особенно вот крупные предприятия, например, наш университет, уже перешли на электронный трудовой договор. Здесь свои плюсы и минусы есть, например, ну, письменный договор, мы говорили всегда, должен быть не менее чем два экземпляра, один у работника, другой у работодателя должен быть, и договор заключается в самом начале, то есть само слово договор означает договоренность между этими двумя сторонами, работодателем и работником. Согласно этому договору, конечно, работник исполняет ту работу, которую ему предоставляют, должен подчиняться внутреннему распорядку. Далее, конечно, скажем, чем отличается вообще трудовой договор от других, то есть пойдем далее. Ну, во-первых, прежде чем мы говорим, нужно заключить трудовой договор, согласно нашего законодательства, даются гарантии равенства прав и возможностей при заключении трудового договора. Это в статье 25 Трудового кодекса Республики Казахстан. Что, во-первых, какие гарантии имеют граждане нашей республики при заключении трудового договора? Это, во-первых, запрещается нарушение равенства прав и возможностей при заключении трудового договора. Ну, когда мы говорим о нарушении прав и возможностей, это, во-первых, имеется в виду. У нас не должно быть разницы по полу, по возрасту, по вероисповеданию. То, что вот в Конституции сказано, мы все равны перед законом, и при заключении трудового договора нельзя препятствовать. Ну, вы знаете, недавно, вот не так давно, и до сих пор, наверное, есть такие нюансы. Например, не всегда она не заключает договор с девушкой, которая ходит в хиджабе. Или, например, говорят, ну, здесь вот я пример привожу всегда, возьмите наши газеты местные, почитайте рекламу. Там каждая реклама, можно сказать, антиконституционная. Например, пишут, примем людей до 35 лет, примем там такой-то определенной национальности, примем только того-то. То есть всегда есть такие ограничения. Здесь вот нужно сказать, когда из-за границы приехал в нашу республику один, ну, скажем, гражданин иностранец, он сказал, я вообще удивляюсь, почему такую рекламу, реклама вообще существует. Это вот, конечно, это очень нехорошо, как говорится, нарушение конституционных прав, да, когда ограничивают, когда пишут, что не старше 40 лет, не старше 30. Иногда есть объявления такие, где, часто вы, наверное, встречали, примем там девушек приятной внешности, например, в какой-то супермаркет. Это тоже незаконно. Почему? Закон определяет. Можно писать там такой-то внешность, как говорится, 90-60-90, приятная внешность, когда это модельное агентство, когда по характеру работы они должны, ну, иметь такой внешний вид, чтобы соответствующий манекенщица, да, а, например, в другом плане, естественно, это нарушение прав человека, когда мы говорим, что только приятной внешности примем на работу, только не старше 40 лет ограничения в возрасте. В общем, таких нарушений очень много, и забегая вперед, надо сказать, что есть у нас органы определенные, это прокуратура, они ведут общий назор за соблюдением законодательства на данной территории, там, области, города, и, конечно, они должны, во-первых, бороться с такими рекламами или объявлениями, которые нарушают права человека. Так, далее, какие гарантии еще при заключении договора? Например, беременность, наличие детей в возрасте до 3 лет, несроченнолетие, инвалидность, не могут ограничить право заключения трудового договора. Ну, за исключением отдельных случаев, которые мы по ходу изучения этого предмета будем говорить, какие исключения есть. Ну, вот, опять же, надо привести какой-нибудь пример. Ну, предположим, конечно, работодатель не имеет права при приеме на работу спрашивать о наличии беременности, а если узнав о беременности, сказать, вот, я не приму, потому что, там, вы уйдете в декретный отпуск, мне придется опять искать, то есть, если, конечно, работодатель не знает закон, он откажет. Ну, естественно, такой незаконный отказ от приема на работу можно обжаловать, для этого у нас существует законодательство, есть суд, ну, и, конечно, есть работодатель. Бывает такое, что, узнав, что в данной семье, там, дети есть маленькие, тоже могут отказать. Если это инвалид, такие моменты, примеры тоже могут быть, узнав, что инвалид, ну, чаще, конечно, инвалидность, когда явно не видна, и могут не заметить, а когда инвалидность уже внешне заметна, иногда бывает такое, что могут отказать. Это, конечно, незаконно. Есть, конечно, например, инвалид первой группы по законодательству, он уже недееспособный. Конечно, такого гражданина, работодателя, имеет право не принять так, как первая группа инвалидности, она недееспособна, неработоспособна. Но есть какие исключения? Есть предприятия, мне кажется, в любой республике есть, есть предприятия, где принимают, например, абсолютно слепых людей. То есть, например, общество слепых существовало, оно, в принципе, может, по-другому называется, но сейчас оно есть, и такие лица их принимают на работу, даже если у них абсолютно отсутствие зрения. Потому что это вот исключение, когда предприятие открыто специально для таких вот инвалидов. То есть, это вот мы назвали основные гарантии равенства прав и возможностей. То есть, действительно, подчеркиваю, что наш закон всегда говорит, что у нас нет различия между, ну, где-то, конечно, есть, вот между мужчинами и женщинами. Ну, нельзя, мол, принимать больше мужчин, чем женщин. Есть ограничения в каком плане? Если эта работа очень тяжелая, очень вредная и опасная, там по закону женщин не принимают на такую работу. А так в остальном, конечно, вот такие вот гарантии есть. Ну, когда гарантии эти не соблюдены, человек считает, что его ущемили в правах при приеме на работу, там по национальности, по возрасту, мы уже сказали, разные моменты есть. Конечно, он идет куда? Это выливается в трудовой спор. Не трудовой спор, а вообще спор в суде. Так, теперь нужно определить, чем отличается трудовой договор от иных видов договоров. Ну, отличительные черты трудового договора, это, конечно, во-первых, когда гражданина принимают на работу, заключают с ним трудовой договор, он автоматически становится, не скажем так, не участником, а членом этого трудового коллектива. Он должен, во-первых, выполнять определенную функцию, которая была определена в договоре. То есть, по определенной квалификации, специальности, профессии. Второе, он должен подчиняться внутреннему трудовому распорядку. И третье, за свою работу он имеет право получить заработную плату. Вот эти вот отличительные черты трудового договора от других договоров. Ну, например, мы всегда, к примеру, приводим сравнение с гражданскоправовым договором. Ну, вот такой вот пример приведу. Например, договор подряда. Там есть заказчик и подрядчик, да? То есть, заказчик – это одна сторона договора, а подрядчик – другая сторона. Здесь тоже труд. Вот, если мы говорим трудовой договор, то есть, труд, человек трудится. По гражданскому договору подряда, предположим, работник тоже трудится, можно сказать, целыми днями, да? Но здесь отличие в чем? Вот вам надо отличать трудовой договор от гражданскоправов в том плане, что здесь есть заказчик и есть подрядчик. Заказчик, например, заказ, ну, предположим, заказ у него такой построить в течение месяца какое-то здание, там, может быть, дом. То есть, он сделал заказ, поэтому он называется заказчик. А подрядчик, то есть, то лицо, вторая сторона, которая должна выполнить договор, она обязуется в течение этого месяца построить. Здесь они договариваются, выплачивает обычно заказчик, предоставляет какой-то аванс, ну, это уже по договоренности. И та сторона, когда закончит через месяц свою работу, по которой они должны были выполнить определенный объем, получает остальную массу. И в данном случае, это гражданский договор, работодателя, ой, заказчика не интересует, кто будет выполнять эту работу. Или работник этого подрядчика, или вот сейчас на практике, как бывает, подрядчик, это просто какое-то физлицо или ЭП маленькое. Оно идет, вот во всех городах есть улицы, которые называются, стоят вот безработные, да, например, в Алма-Ате это Сейфулино, в Шимкенте это, может, какая-то улица, где стоят безработные. И часто бывает на практике, такой подрядчик идет, набирает людей просто, как мы говорим, с улицы, набирает, и вот так каждый день набирает новых людей, и таким образом как-то заканчивает свой объем работы за месяц. То есть, в данном случае, к чему я это говорю, заказчик, заказчик абсолютно не интересует, кто будет работать. А подрядчик набирает, например, каждый день абсолютно разных людей, не соединенных между собой коллектив, не является коллективом. Вот какое отличие. То есть, я еще раз повторю, трудовой договор, отличие, это личное участие работника, подчинение внутреннему трудовому распорядку, выполнение определенной работы, которая оговорена в договоре, и получение заработной платы. Вот это основные отличительные черты трудового договора от других договоров. Далее. Далее нужно сказать, мы говорим, трудовой договор. В статье 28 Трудового кодекса сказано, что должен содержать трудовой договор. Ну, вот студенты, которые слушают, уже знают, что такое договор. То есть, у них есть договор на обучение. А трудовой договор, это, конечно, совсем правая природа другая. И трудовой договор должен содержать, во-первых, вот такие обязательно пункты. Во-первых, это реквизиты сторон. Ну, реквизиты означают фамилию, имя, отчество работодателя, наименование работодателя, фамилию, имя, отчество работника. Второе, это работа по определенной специальности. То есть, на какую работу, то есть, определенную специальность принимает, на какую трудовую функцию принимается гражданин. Третье, это место выполнения работы. Четвертое, срок трудового договора. Пятое, это дата начала работы. Шестое, режим рабочего времени и временного отдыха. Здесь надо сказать, что вы можете сами еще открыть дополнительно после занятия статью 28 Трудового кодекса, и там все это есть. Так, далее, режим рабочего времени и временного отдыха, размер и иные условия оплаты труда, характеристики условий труда, права и обязанности работника, права и обязанности работодателя, порядок изменения трудового договора, ответственность сторон и дату заключения. Вот мы назвали все условия, которые должны быть в каждом трудовом договоре прописаны. Это условия обязательные. Ну, в следующей лекции мы продолжим эту тему.